По закону народные избранники всех уровней обязаны предоставить сведения о собственных доходах, расходах и имуществе. Однако депутаты Канаша решили, что этот закон нарушает их права и отказались публиковать декларацию в сети интернет. На это нарушение обратила внимание прокуратура и обязала народных избранников соблюдать законодательство. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. В 2015 году группа канашских депутатов 6-го городского собрания попыталась запретить публикацию в сети интернет сведения о своих доходах и имуществе. Депутаты мотивировали свой поступок нежеланием разглашать свои персональные данные, а также данные супругов и несовершеннолетних детей, ссылаясь на нормы законодательства. Прямо из федерального закона не следовала обязанность по публикации предоставленных сведений. И дело в том, что у нас есть еще помимо закона об общих принципах организации местного самоуправления, есть закон о персональных данных. И эти сведения, естественно, являются персональными данными и исключения могут быть только на уровне федерального закона. В июне прошлого года в ситуацию вмешалась Канашская межрайонная прокуратура, усмотрев в ней нарушение антикоррупционного законодательства. Она обратилась в районный суд с иском о бездействии администрации города Канаш, не разместившей в установленные сроки на официальном сайте сведения о доходах нескольких депутатов горсобрания. Представители административного ответчика и депутаты исковые требования не признали и просили суд отказать в удовлетворении иска. Более того, в 2016 году депутаты отменили принятое ими же решение о порядке предоставления сведений о доходах и размещении их в сети интернет. Судом требования прокурора удовлетворены. Суд обязал администрацию города Канаш разместить на официальном сайте муниципального образования в информационной сети интернет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Шести депутатов в собрании депутатов города Канаш шестого созыва, а также их супругов и нешелетних детей. Депутаты вновь не согласились с решением суда и обратились с апелляцией уже в Верховный суд Чувашии. Судом второй инстанции в апелляции им было отказано. В адрес городского парламента было внесено представление в части отсутствия порядка предоставления сведений о доходах и размещении их в сети интернет, которое было удовлетворено на очередном заседании.